Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Колдовство, злое колдовство, как часто оно касается нас, нашей жизни? На самом деле, очень часто. Кто-то замечает, люди чувствительные, кто-то толстокожие, как бы думает, ну это случайность. Чего там все подтягивать под какие-то, подгонять под колдовские рамки, да? Вы с колдовством здесь там мозги парите, скажите, что это мракобесие. На самом деле, друзья мои, любая трагедия, любая болезнь лежит основой энергии. А если в эту энергию вложено злое намерение, то оно действует эффективно, быстро. Вот что такое колдовство. Это не просто какие-то нашептывания, какие-то бабушкины игры, да? Это именно злая воля, обреченная в энергию, да? Энергия, которая дает эти семена и начинает рушиться что-то, что-то или что-то. Это везде, везде в этом мире колдовство. Она пропитана, этот мир пропитан магией. Ну и примеры этого мы видим каждый раз. И думаем, ну случайно, ну что такое может быть? Вот как может здоровый, сильный, 46-летний, ну вот еще, в общем-то, молодой мужчина, вдруг неожиданно купающийся в проруби, занимающийся спортом, обладающий там спортивной фигурой, никакого там живота у него там, никаких там пивных там щек, ничего у него нет. И вдруг он заболевает и в тяжелейшем состоянии, ну как бы, он еще больной даже купался в проруби, да? Понимаете? То есть он привык волей своей перерабатывать. То есть человек энергетически сильный, мощный. Вдруг вот такое лишается воздуха, да, сильнейшее воспаление легких, иммунитет не справляется. И после всего этого ему еще ампутируют там, ну там, похоже, вот сейчас одну стопу, а второе там еще разговора нет. И еще, возможно, какие-то ампутации чуть не кистей. То есть человека лишают именно того инструмента, коим он в основном работал, его ноги. Он фигурист. Роман Костомаров. И вот это вот событие, которое мы наблюдаем, сегодня, друзья мои, ему исполняется 46 лет. Здоровый, был здоровый, молодой, сильный, успешный человек, да, у которого, ну, вообще никаких проблем не было. И тут вот такой удар. Как вы думаете, что это? Случайность, да, сказать? Ну, вот нечего в проруби купаться, нечего там по снегу босиком бегать. Вот догулялся, да? Как бабушки какие-нибудь скажут, носочки теплые надо девать. Посильнее закутываться. Но, друзья мои, здесь прослеживается именно энергетический удар. Именно магия. Вот прямо, кто чувствует, вот прямо аромат. Ну, не аромат, а вонь этой магии раздается. А кто нанес этот удар? Как вы думаете? Обычно кто бывает? Обычно, друзья мои, это, да, это не конкурент. Он всю жизнь борется, да, там соревнуется, и там тоже присутствует магия. Даже такая формальная, как какие-то амулеты, обереги. Да, все там есть. Защита. Потому что конкуренция, да, там на международном уровне там полно колдовства. Там есть личные колдуны, которые работают над удачей. Но вот тут достиг вот этот удар неожиданный, мощный, достиг такого ужасного результата. Почти отнял жизнь и отнимает ноги, а возможно и руки. То есть ломает всю жизнь человека. Здорового, сильного, у которого все есть, и деньги, и у лучших врачей. Это мы с вами там заболеем, и нас там в районной больнице, ну, в коридоре бросят, и все. Там сам выживешь, выживешь, помрешь, помрешь. А здесь, друзья мои, другая ситуация. И врачи только руками разводят. Как такое может быть? Никакого ковида, да, вот резкое воспаление легких, с которым они не могут справиться. Ни антибиотики, ни аппараты. И отмирают руки и ноги. Друзья мои, вот здесь надо быть слепым, чтобы не увидеть здесь черную, жесткую, сильную магию. Кто мог нанести такой удар? Вот вопрос. Только человек, который находится близко. Близко, но не очень. Да, а лучше всего тот, на кого идет сильная волна негатива, может взять его и переложить. Да, вот собрать и переложить. А как вы думаете, кто это может быть? Ну, вот, мое, я-то уверен, друзья мои. Я уверен, потому что я знаю такого человека, бывшая партнерша этого Романа Костомарова, да, которая идет, и там, у них в той среде, у них там вот этой, они вот пьют и едят ее ложками. Один такой пучеглазенький гражданин и его великолепная женушка. Вот они. И тут же, да, там молитвы. Мы молимся, чтобы его отпустило, чтобы, вот, да, друзья. Друзья наносят эту татуировку. Вроде бы друзья. Друзья мои, конечно, это все, все мои некие домыслы. Но тут, извините, такой магический детектив. И я вот эту схему уже вижу. Понимаю, почему, от чего был нанесен удар из себя. Они сняли с себя смерть и переложили на него. Жестко, легко добились. Возможности все есть. Там подарки, нежные объятия. Какой наш дорогой, на тебе. Все, дело сделано. Если бы, друзья мои, судили, ну, была бы у нас магическая полиция и магический суд, я бы мог предъявить все доказательства и указать на преступника. Но, к сожалению, все это, этого не бывает. Как вы думаете? Верны ли мои предположения? Или это все какой-то бред? Не может быть. Случайно. Все случайно. Все в нашей жизни случайно. Все, драгоценные мои. Пока. Счастливо. 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 Счастливо.